Завершился учебный год и самым обсуждаемым вопросом среди выпускников школы и их родителей является сдача единого национального тестирования, а также выбора университета или колледжа. Почему в текущем году возрастового количества желающих сдать ЕНТ и получить образование в отечественных высших учебных заведениях разбирались наши корреспонденты? В этом году школьников, решивших сдать единое национальное тестирование, ждут изменения. Так, например, претенденты на грант смогут сдавать ЕНТ два раза. При этом абитуриенты могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на обе попытки. В этом году претендентов на государственный образовательный грант предоставляется возможность два раза участвовать в основном ЕНТ. При этом поступающий для участия в конкурсе на получение госзаказа государственный грант может предъявить сертификат с наилучшим результатом. То есть, если в два раза сдали, какой у них высший сертификат, то может претендоваться этим сертификатом на грант. На республиканский грант, на областной грант. В текущем году увеличилось количество грантов в казахстанских вузах и колледжах. По информации Министерства образования и науки Республики Казахстан, для абитуриентов страны предусмотрено около 73 тысячи грантов. Благодаря этому еще больше выпускников школ смогут учиться на бюджетной основе. Специалисты отмечают, что в этом году наблюдается рост желающих сдать ЕНТ. А значит, все больше ребят планируют учиться именно в отечественных вузах. В текущем году 8 859 учащих завершает обучение в школах области. Из них планируют принять участие в процедуре 7510 выпускников области. Это по сравнению с прошлым годом на 2% выше. То есть в этом году 84% выпускников сдают ЕНТ. Стоит отметить, что в этом году по поручению главы государства увеличен объем государственного образовательного заказа. За счет местного бюджета Восточно-Казахстанской области выделено 450 грантов. Более 200 из них на технические специальности. От IT-технологий до металлургии. Ирина Санникова, Ерсен Сатыбаев, Алтай-Акпарат.